Друзья, всем привет! И сегодня я хочу рассказать вам про очень незаменимую вещь для любителей астрономии и особенно для астрофотографии. Это вот такой вот электронный привод для экваториальной монтировки от производителя Celestron, ну и в моем случае, опять же, для экваториальной монтировки Celestron AQ1. Хотя подходит он и на разные модели, в том числе Celestron AQ2 и на многие другие монтировочки. Итак, что же это такое? На самом деле это обычный электромотор, электромотор, в котором еще присутствует редуктор с очень-очень-очень большим понижающим числом и который вращает наш телескоп по оси восхождения, по регулировке оси восхождения. Тем самым мы постоянно можем следить за объектом. Вот как это происходит. В одних из своих видео, допустим, про Юпитер и особенно на больших увеличениях, я показывал, что когда мы смотрим на объект, он при большом увеличении достаточно быстро от нас уходит. На самом деле уходит не объект, вращается планета Земля и объекты по небу относительно не перемещаются, а телескоп стоит и смотрит в одну точку. И поэтому наблюдается такой эффект, что все, на что мы смотрим, убегает от нас. Данный же мотор-гедуктор компенсирует данное движение. Он вращает наш телескоп по оси восхождения и тем самым постоянно следит за объектом в одну точку. Когда я заказывал этот моторчик, что же было к нему в комплекте? Сам моторчик, крепление. Это крепление CG2, которое подходит на монтировки EQ1 и EQ2, если не изменяет память. И еще в комплекте также шло еще CG3, плюс шестигранничек, который нужен для крепления на саму монтировку, и крестовая отвертка, чтобы зажать два вот этих винтика. Но, наверное, не у каждого дома есть крестовая отвертка, поэтому и надо обязательно положить в комплект. На самом моторчике мы можем видеть вот такой вот металлический, но разрезной в виде пружины элемент крепления. Это и есть наш вал, который будет крутиться непосредственно и крутить нашу монтировку. И спереди светодиод говорит о том, что он работает включить-выключить кнопка. Север либо юг, это если вы находитесь в разных полушариях. Регулировка. И регулировка скорости вращения. Можно сделать меньше, можно сделать больше. И в этом-то на самом деле и вся соль. Что при первом подключении данной штуки к вашему телескопу, вам придется поймать вот этой вот крутилочкой, поймать ту скорость, при которой вы будете постоянно смотреть в нужную вам точку. Иначе моторчик будет крутить вашу монтировку либо быстрее, либо медленнее. Поэтому нужно методом проб и ошибок довольно точно это подловить. Еще спереди есть такие две крутилочки, которые тоже могут напоминать какую-то регулировку. Но это на самом деле не так. Это просто крепление корпуса. Если их открутить, то можно снять корпус, увидеть как внутри все устроено. Опять же, крутилочки, кнопочки, вот эти зажимчики, редуктор, внутри все металлическое, сам моторчик. И все это дело питается от 9-ти вольтовой кроны. Опять же, в процессе использования я заметил, что когда крона садится, моторчик начинает вращаться медленнее, редуктор начинает запаздывать, поэтому постоянно приходится его в течение часа-двух-трех использования подрегулировать по скорости. Итак, дорогие друзья, напомню, что же у нас за телескоп. А у нас любительский телескоп Celestron Power Seeker 80AQ с подключенным к нему через Т-кольцо зеркальным фотоаппаратом Nikon 5100. И вот, как мы видим на нашей экваториальной монтировочке AQ1, уже установлен данный мотор-редуктор. На монтировку моторчик вешается на кронштейн, и через вот данный черный вал он подключается на тонкую регулировку оси восхождения. Тем самым он ее медленно-медленно вращает. Вот так выглядит крепление данного Г-образного кронштейна. И, как видим, на монтировочку у нас есть специальное место, куда все это дело крепится. Как раз-таки шестигранным болтом. Шестигранный ключ, напомню, у нас идет в комплекте. И, с другой стороны, данный Г-образный переходник крепится на сам мотор-редуктор. Поэтому все стоит очень крепко и не шатается. Моторчик, кстати, создает достаточно сильное вращательное движение. А на самом валу и регулировке у нас, видите, сверху идет, снизу так вот идет болтик, который мы зажимаем крепко на регулировочный винт монтировки. И, таким образом, мотор-редуктор вращает данный регулировочный винт и вращает всю ось восхождения. А ось высоты в данном случае у нас не задействуется. Она регулируется, если нужно, вручную. И еще есть небольшой нюанс. Эта штука совсем не тихая в работе. Поэтому в абсолютной тишине вы будете слышать ее скрежет. Данный редуктор является очень незаменимой вещью. Для астрофотографии. Вот, например, первые мои опыты астрофота. Я делал фотографии туманности Ориона. И, как видим, первое мыло. Мыло-мыло. Даже с выдержкой 5 секунд, к сожалению, мы ничего не можем толком без такой штуки уловить. Однако, когда мы уже применяем данный редуктор, мы видим вот такие вот хорошие четкие фотографии. Которых, если на выдержке в 5 секунд сделать хотя бы штук 150-200 и потом в определенных редакторах все это отредактировать, мы можем получить вот такую вот чудную картинку. И это мое первое хорошее DeepSky фото. Так что, дорогие друзья, вот такая вот незаменимая для любителей астрономии и астрофото штука. Всем советую. Ссылочку, где брал, оставлю в описании. Купить можно много где. Но на Алиэкспресс, конечно же, все это дело в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем у нас в магазинах. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заглядывайте в описание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok